Всем привет, на связи Мабу. Мабу это платформа по разработке мобильных приложений и сегодня вас ждет наш еженедельный очередной подкаст. Мне очень часто те, кто приходят на обучение или те, кто уже закончил обучение или те, кто не учился, но интересуются одним и тем же вопросом как начать разрабатывать мобильные приложения в плане того, что я умею это делать но как мне найти, допустим, либо заказ либо какой-то свой проект либо что-то, что будет пользоваться популярностью Начинать с разработки какого-то сложного сервиса это возможно, да, но вы можете в этой разработке закопаться как минимум на год Если вы хотите вот прям что-то срочно, быстренько сделать такое, что увидеть сразу результат чтобы давало вам какую-то мотивацию то есть один очень прикольный выбор которым следует придерживаться это разработка мобильного приложения скажем так, для сайта но не просто для сайта, а для конкретного бизнеса который находится скорее всего где-то рядом с вами о чем я говорю если вам интересно, оставайтесь и слушайте этот подкаст мы начинаем если вы хотите оперативно и качественно стать андроид-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид-разработчика за 3 месяца обучение проходит на индивидуальной основе оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца такое вам больше никто не предложит я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике поэтому и предоставляю такие условия вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности то есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения обучение происходит на закрытой платформе мы общаемся с вами на любой из соцсетей а также будем созваниваться в WhatsApp да, у вас будет мой личный номер телефона в процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете то есть если вы неделю программы проходите за 2 недели то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете она предоставляется вам в подарок это очень удобно для консультации по обучению а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной все ссылки есть в описании к этому видео итак, что же я предлагаю? я вам предлагаю рассмотреть такой вариант как разработка мобильного приложения для фактического бизнеса как некое дополнение к сайту но один нюанс, о котором я говорю почти в каждом своем видео что вы должны разрабатывать приложение не как замену сайта а как дополнение к сайту то есть не как ваше мобильное приложение не должно бы хранить информацию такую же, которую хранит и сайт а предоставлять некий сервис как дополнение к сайту о чем я говорю? смотрите, есть много бизнеса вот если вы подумаете, что находится рядом с вами лучше, конечно, рассматривать новые спальные районы это что? это различные магазинчики салоны красоты там барбершопы частные мастера различные фитнес-клубы кофейни, пекарни и мясные лавки так вот, нужно рассматривать разработку мобильного приложения именно для такого бизнеса но причем почему важно это делать? во-первых, там большой спрос им всем нужно мобильное приложение потому что им очень важно коммуницировать со своими постоянными клиентами клиентов может быть не так много но для того, чтобы эти клиенты оставались им, конечно, нужно улучшать сервис оказания услуг ну, зависимость от оказания услуг или продажи ну, по факту это все услуги то есть им нужно предоставлять классный сервис и через раскрутку и прогревку таких теплых отношений но они имеется возможность привлекать и новых, скажем так, клиентов через уже слухи через этих теплых клиентов которые будут уже рассказывать своим друзьям знакомым, что они вот пользуются такой там кофейни, пекарни где и другим, любым другим видом бизнеса в котором есть вот такой прикольный сервис и тем самым будут приходить новые клиенты очень это важно понимать плюс вам важно понимать, что если вы разрабатываете такое мобильное приложение то, скорее всего, можно сделать его с оплатой за подписку это позволит многим, многим бизнесам которые не могут себе позволить разработать мобильное приложение под заказ так как оно стоит очень дорого об этом будет, наверное, следующий подкаст не имеют такую возможность разработать мобильное приложение именно под заказ, кастомное мобильное приложение но вот какой-то шаблонный общий вариант вы можете им предложить, да и брать с них оплату за подписку то есть не оплата и даже не шаблонный вариант вы можете разработать прямо для них но брать допустим за подписку оплату то есть а со вплату по месячной это будет небольшой чек которые не могут себе позволить плюс тут очень важно понимать потребности бизнеса то есть очень важно понимать какой функционал нужно сделать для конкретно для конкретной сферы то есть очень классно если у вас будет там конкретное приложение по для салонов красоты конкретное приложение для кофейни там для различных булочных там для мясных лавок то есть принципе функционал нужен один и тот же его здесь у вас есть готовое решение то вас появляется новый такой клиент и вы просто переформатировать его и готово приложение под него уже ну меняйте немножко дизайн там цвета все это делаете но принципе у вас есть готовая коробка который вы можете там буквально за месяц модернизировать и сделать под конкретного клиента опять же нужно просто понимать конкретный функционал допустим если это просто магазины с одеждой но тут функционал понятно чтобы человек мог зайти в себе личный кабинет посмотреть свои заказы получать какие-то скидки и заказывать одежду если это салона красоты то все понятно у него будет из так же личный кабинет с избранными услугами которыми он пользуется он должен быстро зайти по буквально за два этапа заказать новую услугу записаться к своему мастеру да и посмотреть график когда мастерство будет когда нет все очень просто то же самое про барбершоп и если мы говорим про копейни и пекарни то человек также должен зайти посмотреть что он часто заказывают быстренько заказать если он это не часто заказывает что-то особенно он должен зайти быстро в каталог категории выбрать там допустим то скажем кондитерское изделие которое хочет заказать или тот кофе или чай который он хочет заказать то есть это такой да не нужно делать второй сайт и нужно делать дополнение к сайта это очень важно то есть нужно делать какой-то сервис но еще очень важный момент том что этот бизнес имеет тенденцию массовости то есть кофейни пекарни салона красоты у вас по городу у их очень много и а по миру а по россии там по миру по вашей стране еще больше поэтому это массовая потребность это сейчас на хайпе это все развивает развивается имеется большой спрос и поэтому это это очень классный шаг для того чтобы создать свои первые мобильные приложения и заявить о себе это очень важно ну и как же продвигать такое мобильное приложение вот вы предлагаете клиенту да давай мы тебе разработаем такое мобильное приложение первый же вопрос как продвигать во первых нужно сначала заявить об этом мобильном приложении тем клиентам которые уже имеются и промотивировать их допустим на первоначальных этапах можно предоставлять какую-то скидку или какой-то уникальный сервис которого нету больше нигде кроме как мобильном приложении например можно для салонов красоты допустим но опять же это нужно консультация с каждым бизнесом создать конструктор оказания услуг примеру давать какую-то дополнительную скидки да присылать советы там по ходу за прической там и вот за всеми нюансами вот делать что-то смежное с фактическим бизнесом клиента которому вы предлагаете разработать мобильное приложение то есть предложить конкретные шаги а как продвигать ну опять же говорю есть конкретные клиенты действующие разделать им рассылку этим клиентам потом скорее всего клиенты находятся где-то спальном районе напечатать листовки разнести по домам рассказать о новом введении такого нового мобильное приложение новом бизнесе вот как-то фактически так воздействовать до контекстная реклама конечно здесь не подойдет но тут уже нужно подходить каждому бизнесу и смотреть на это все творчески ну и теперь самое главное как же создать такое мобильное приложение ну давайте я уже как на каждом своем видео рассказу про барбершоп и салона красоты как для них создать сегодня мы будем рассматривать например небольшая кофейня где есть там несколько сортов кофе и есть несколько там кондитерских изделий да и вот она находится в таком спальном районе допустим там на 100 тысяч квартир до большие там 20-этажные дома ну что-то новое того такого и как же нам рассказать как же нам разработать такое мобильное приложение ну во первых вам начать нужно с проектирования мобильного приложения то есть понять вообще основную концепцию основной функционал какой функционал должно быть должен быть у этого мобильного приложения первых это каталог да с напитками с кондитерскими изделиями во вторых это должен быть функционал добавлением в избранное добавление в сравнение добавление в корзину и заказ также это должен быть личный кабинет чат чат с с администратором данной кофейни но удобно ним навигация личный кабинет принципе это и все весь функционал и исходя из этого мы можем понимать что должен быть начальный экран экран с каталогом экран с избранным экран со сравнением экран с аккаунтом экран корзина экран оформления заказа экран чата у нас должен быть главный экран скорее всего внизу мы сделаем bottom navigation где будет несколько вкладок главное каталог избранная и корзина сверху другу actions бар где мы будем сравнение аккаунт поставим на главной странице можем поставить ленту с новостями и за информацию для клиента с последними его заказами для быстрого заказа в аккаунте также мы последние заказы область избранный можем разместить до каталог каталоге мы разобьем скорее всего это будет у нас две в главной вкладке напитки и канди кондитерские изделия даже три и булочки да то есть таких может даже выбора сектор view либо в пейджи поставить при цапе под каждый он продает лент будет проваливаться следующий экран конкретной категории и будет в формате recycle review будет список карточек с напитками с булочным с булочками там или с кондитерскими изделиями зависимости от того куда он провалился и это каждый элемент такого списка recycle review будет виде карточки где будет название описание цена количество можно проставить и заказать человек заказывает может быстро происходит заказать потом переходит в корзину и отмечает кликает проверять свой заказ меняет количество добавить по кнопке оформления заказа проваливается в следующий экран где он должен оформить заказ если он зарегистрирован я он будет зарегистрирован у вас в приложении у него автоматически добавляют туда при оформлении заказа добавляются номер телефона его адрес или если он нужна доставка он сам придет заберет должен поставить время и дату когда он придет за своими изделиями до кондитерскими изделиями или за напитками а если он хочет изменить там номер телефона может прям либо в кафе при оформлении доставки при оформлении заказа поменять либо у себя в аккаунте зайти поменять все это дело то есть это все автоматически работает и и и внимание здесь будет действовать принцип из моего прошлого подкаста про которое я рассказывал о том что минимум требуйте от клиента минимальных действий то есть не нужно вводить лишней информации то есть все данные у нас из аккаунта не суд сюда подтягиваются он форме и если нужно прикрутить оплату прикручиваете оплату можете может оплачивать и приходит назначенное время и забирает ставит вам отзывы оценку оценку классную и вот такая такая коммуникация также ей опять же мы должны поставить чат то есть мы можем через час чтобы человек не заказывал а просто написал вам что он хочет заказать да и все чтобы у вас через час вообще-то все за одно действие происходило в общем так вот нужно продумывать это я вам просто разложил как можно сделать мобильное приложение кив кофейни или пекарни что то вот такое вот сделать и предложить такой вариант и очень самое главное вот такие вещи как мобильное приложение клиенты покупают у вау разработчиков большей степени на эмоциях то есть вот должен быть классно дизайне будет анимация там выезжать плавно там прикольные щелчки табы по кнопке чтобы это было как небольшая игрушка потому что все мы в душе всегда остаемся детьми и нам нравится все плавно и такой момент игры вот что-то такое то есть через дизайн вы очень круто можете продавать свое мобильное приложение ну и конечно очень важный функционал вам нужно сделать такой функционал чтобы было понятно вашему клиенту которому вы хотите проходить и продать мобильное приложение что да это ему нужно то есть тут нужно подходить каждому бизнесу отдельно и понимать что нужно а что нет ну и конечно по на понятном языке будущему клиенту рассказать для чего ему нужно вот такое мобильное приложение я надеюсь вам понравился этот подкаст присмотритесь к этому варианту как старту для своей карьеры разработчика мобильного приложения, но если вы хотите стать профессиональным андроид разработчиком, то я вас приглашаю на курс. Кстати говоря, на курсе мы на 11-12 неделе разрабатываем мобильное приложение для кофейни, то есть у вас по факту будет уже готовое мобильное приложение, то есть по факту вы после курса выходите и можете уже предлагать клиентам свое мобильное приложение, это очень важно. Если вам понравилось видео, ставим лайк, присмотритесь к этому подходу, этот подход позволит вам очень легко зайти в эту сферу. На связи был проект Мобу, до встречи на следующей неделе, всем пока!